Новые направления в Казанском федеральном университете. Студентов Казанского федерального университета наградили в кабинете министров Республики Татарстан. Студенческие отряды предлагают студентам работу на летний период в разных уголках России. Как цифровой метод диагностики состояния костных тканей поможет в современной медицине? Самое сложное это найти что-то новое в исследованиях и начать разработку в данном направлении. Потому что биотехнологии сейчас занимают все больше и больше места в различных. Всем привет! В эфире универньюс, а в студии Камилы Исакова. Казанский федеральный университет планирует принять участие в разработке образовательных программ для Федеральной службы исполнения наказания. Этот вопрос обсуждался на межрегиональном совещании, посвященном вызовам, стоящим перед уголовной исполнительной системой России. Сейчас ФСИН переживает определенный период трансформации, сложный период на самом деле. Это мы видим. И мы хотим именно помочь нашим коллегам, чтобы их система функционировала и они имели, по сути, общение, открытый диалог и с обществом, и с вузами. Планируется ввести новые направления в Казанском федеральном университете. О том, какие они будут и что от них ждать, расскажем в сюжете. Казанский федеральный университет получил лицензию на право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки биотехнологии. Почему мы решили получить лицензию на проведение обучения по этим направлениям? В первую очередь, потому что биотехнологии – это стратегически важное направление как в нашей стране, так и за рубежом. Потому что биотехнологии сейчас занимают все больше и больше места в различных отраслях деятельности человечества. Биотехнология и биоинженерия – признанные мировые перспективные направления. Как сообщила директор Института экологии и природопользования Светлана Селивановская, исследования в области биотехнологии уже много лет проводятся в Казанском университете. Еще 30 лет назад под руководством профессора биологического факультета Рима Наумова была организована лаборатория биотехнологии. Позже в Институте экологии и природопользования был создан научно-образовательный центр АКО и ЭКО-технологии. Эти лабораторные центры не только вели исследовательскую деятельность, но и специализировали студентов биологического и экологического направлений. Это направление является крайне важным и в рамках Российской Федерации, потому что сейчас в России открывается большое количество биотехнологических производств. Биопрепараты в сельском хозяйстве призваны заменить пестициды и минеральные удобрения. Биотехнолог – это не только производственник, это еще и ученый, который занимается исследованиями по изменению свойств живого организма. В частности, использует передовые технологии молекулярной биологии, генетические инженерии, чтобы решить всевозможные медицинские проблемы и помочь людям и окружающей среде. Амир Ахтямов, Универньюз. В кабинете министров Республики Татарстан наградили победители конкурса «Лучший студенческий трудовой отряд года». В одной из номинаций победил студотряд Казанского Федерального университета. Подробности далее. Указом президента России 17 февраля было объявлено Днем студенческих отрядов. В этот день в кабинете министров Республики Татарстан подвели итоги конкурса «Лучший студенческий трудовой отряд года». Это ответ на запрос молодых людей, в первую очередь студентов, но сейчас это еще и школьники, в силу специфики времени, запрос на профессиональную самореализацию. И когда есть большое желание, не просто получать знания, а сразу пробовать их на практике. И движение студенческих трудовых отрядов – это 15 направлений абсолютно разных, где молодые люди, обучаясь, могут сразу же здесь и сейчас получать очень ценные практические знания и опыт, которые затем им пригодятся однозначно в профессиональной деятельности. Конкурс подвел итоги работы студотрядов за 2021 год. Всего было подано 89 заявок в личных и командных номинациях. Студенческие отряды предлагают студентам работу на летний период в разных уголках России. У нас в штабе четыре направления – это строительное, педагогическое, сервисное и направление проводников. В этом году штаб студенческих отрядов КФУ стал победителем в ежегодном конкурсе «Студент года КФУ» в номинации «Лучшая студенческая общественная организация». Также социальный отряд студентов «Мира» стал победителем городского конкурса «Добровольцев». Теперь в копилку достижений студенческого отряда Казанского университета добавится награда «Лучший медиа-центр штаба студенческих отрядов». Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета разработали цифровой метод диагностики состояния костных тканей. Как эта разработка поможет в современной медицине, выяснял наш корреспондент. Диагностика состояния костей и суставов необходима при лечении различных заболеваний костной системы. Это способ обнаружения патологии и критических зон, которые подвержены разрушению. Например, подобная диагностика необходима при остеопорозе и при неудачной установке эндопротезов. По результатам постпроцессорного анализа, то есть по анализу полученных результатов в перемещениях, мы можем оценить, в каких местах кость будет подвержена разрушению и что следует сделать для успешного продолжения лечения пациента. Исследованиями в сфере остеологии под руководством научного руководителя Олег Герасимов вместе с коллегами занимается более трех лет. Работа над цифровым методом диагностики включает в себя компьютерную томографию, численные расчеты и моделирование, натурные эксперименты и написание кода. На данный момент мы разработали особый подход к численному моделированию костных тканей. Он основан на применении данных компьютерной томографии. По данным о распределении плотности материала в костном образце мы можем учесть ее прочностные характеристики и соответствующим образом подобрать нужную геометрию, например, эндопротеза при прямом хирургическом вмешательстве. Новый программный комплекс по сравнению с существующими требует меньше времени на обработку данных и отличается упрощенным процессом восстановления геометрии костей по результатам компьютерной томографии. Самое сложное — это найти что-то новое в исследованиях и начать разработку в данном направлении, то есть определить актуальную цель исследований на сегодняшний день. Цифровой метод диагностики состояния костных тканей благодаря своим преимуществам имеет большой потенциал в сфере перекладной медицины. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. Молодой ученый научно-исследовательской лаборатории белково-клеточное взаимодействие стала победителем конкурсного отбора на стипендию президента России. Подробнее об исследовании расскажет наш корреспондент. Научный сотрудник НИЛ Белково-клеточное взаимодействие Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Алина Пешкова стала победителем конкурсного отбора на стипендию президента России по направлению медицинской технологии, диагностическое оборудование, а также лекарственные средства. Проект посвящен изучению связи воспаления и тромбоза. Это одно из современных областей биологии и медицины. И мы будем изучать связь тромбоцитов и лейкоцитов. Лейкоциты – это иммунные клетки крови, которые участвуют в воспалительном процессе. А тромбоциты – это клетки, которые играют ключевую роль в развитии тромбозов. Сам проект находится в русле одного из практически важных направлений современной биологии и медицины, а именно в взаимосвязи воспаления и тромбозов. Пандемия коронавируса подтвердила важность этой проблемы. Пандемия COVID-19 показала важность воспалительных процессов и связи их с тромботическими осложнениями. Поэтому есть данные о том, что тромбоцитарные и лейкоцитарные агрегаты образуются и при некоторых воспалительных заболеваниях, и тромботических. В ходе исследования планируется определить содержание тромбоцитарно-лейкоцитарных агрегатов крови пациентов с воспалительными и аутоиммунными заболеваниями. Для этого планируется изучить спонтанное образование этих агрегатов при таких аутоиммунных заболеваниях, как системная волчанка и ремотоидный артрит при системном воспалении, обусловленном COVID-19. Данная часть работы будет выполнена при участии врачей университетской клиники КФУ. Данная работа будет реализована на базе НИЛ-белково-клеточной взаимодействия под руководством профессора Рустема Игоряча Литвинова, а также на кафедре биохимии, биотехнологии и фармакологии Института фундаментальной медицины и биологии. В результате реализации проекта молодой ученый планирует получить новые данные о нарушениях функционального состояния лейкоцитов и тромбоцитов. На этом все. В студии была Камила Исакова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!